Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами вновь поэзия «Струм» и её бессменный автор и ведущий Олег Лагуткин. У нас опять в гостях необычный представитель неформальной песни. Я люблю необычных гостей, так же, как и вы, сидя на диване, за чашечкой кофе или чая, находясь в Нарьан-Маре или в Калининграде. Интернет-пространство даёт нам возможность видеть музыку разную, музыку ту, которую любит и требует наше сердце. Это наша душа. Сегодня у нас в гостях Наталья Сепфора. Здравствуйте. Ну и по традиции, по хорошо сложившейся традиции, мы начинаем нашу программу с песни. И это будет, наверное, одна из первых ваших песен. День воскресенья. День воскресенья. Слушаем. День воскресенья. Самый светлый день Светлыми делает души всех людей Рады спасенья. В их поздравлениях Станет всех светлей Рады спасенья. В их поздравлениях Станет всех светлей Самое лучшее каждого любить Сердце, как ключиком, добротой открыть Тоненьким лучиком, сердце измучено Тьму озарить. Тоненьким лучиком, сердце измучено Тьму озарить. Тоненьким лучиком, сердце измучено Тьму озарить. Тонную не забывать. Мне очень понравились эти стихи, потому что автор неизвестен, к сожалению, но такие простые слова. Мне так это понравилось, что очень простые слова. Но все в этих стихах сказано о нашей русской православной вере. Просто простыми словами. Мне всего три куплета очень понравилось. И вот решила придумать мелодию, написать музыку к этим стихам. Получилась такая песня. Я думаю, что она получилась очень не такая, она получилась такая-такая. Увиделось даже, я чисто режиссерский, уже как-то вижу ряд такой, когда хор поет детский в какой-нибудь воскресной школе. Может быть даже, она такая хоровая на многоголосе даже. Насколько она семейная, такая душевная песня. Наталья Сепфора. Интересно то, что любит и театральная эстрада у нас, как бы имеет примеры того, что люди берут псевдонимы, которые им помогают в жизни. Здесь мы знакомимся с духовной такой лирической песней. Всегда ли были у вас, первый вопрос, всегда ли были у вас такого толка песни? То есть сборники неизвестных авторов. Либо вы писали, начинали писать песни на стихи, скажем, Есенина, Рубцова. У нас поэты есть, женщины, Ахматова, Цветаева. Ну это вот просто мне нужно было к празднику, ты сказала специально, стихи о Пасхе. И вот эта песня появилась именно таким образом. А вообще я больше пишу песни на стихи современных поэтов, поэтесс. Потому что приходилось раньше много встречаться в различных библиотеках, на встречах ЛИТО различных. Да, очень много собирается поэтов, поэтесс, у которых прекрасные есть стихи. В общем, слушаешь и проникаешься этими стихами, поэтому и появляется желание написать песню. Я тоже люблю современную поэзию. Наша программа называется «Поэзия струнг». Соответственно, мы поговорили чуть-чуть о современных стихах. Я сам люблю очень авторские песни, когда и слова, и музыка принадлежат одному человеку. Автор перед нами. Наталья Сепфора, «Царица небесная». Царица небесная, людям от рада, Прошу я тебя об одном. С молитвой святую, сердечную сладой, Посети, загляни в мой дом. Чтоб песни мои, лишь о горнем ликуя, Душе приносили покой. И радость святую, и веру простую, Навек освети красотой. И радость святую, и веру простую, Навек освети красотой. И к светлому раю, дорогу прямую, Ты нам помоги обрести. И каждому сердцу о мире горю я, Милость свою подари. И каждому сердцу о мире горю я, Милость свою подари. Браво. Браво. Я хотел сказать, что эта песня, Она была написана после фестиваля Олексинского «Благовест», Который проходит в Тульской области, в городе Олексин, На территории оздоровительного комплекса «Факел», Который сейчас, По-моему, православный комплекс «Факел», так называется. И там проходят прекрасные фестивали. Там хорошая выставка царственных мучеников. Она посвящена царственным мучникам. Очень хорошая атмосфера. И после того, как прошел этот фестиваль, мне именно как-то захотелось эту песню написать. Пришло такое вдохновение. Не случайно. Случайности не бывает. Бывает проведение, такое озарение. Вы упомянули про фестиваль. Тульская область мы берем. А какие еще фестивали, города, веси вы посвящали? Ну, например, в Санкт-Петербурге Невский купола фестиваль там был. Вот недавно тоже в Санкт-Петербурге пасхальный фестиваль проходил где-то в мае. Да, тоже там была. Фестиваль озарения, помню тоже. Но стараюсь как-то бывать на фестивале, потому что это очень много дает. Знакомишься с новыми людьми, с поэтами, с музыкантами. Какие-то новые идеи приходят по написанию новых песен. Вот это всегда приятно, побывать на таких фестивалях. Хорошо. Объединение. От озарения к объединению. И, соответственно, рождаются новые песни, новые идеи, новые планы. Как рождаются псевдонимы? Как вам пришло вот это озарение стать не Натальей Сажиной, а Натальей Сепфорой? Расскажите, пожалуйста. Когда уже набрались песни для того, чтобы выпустить диск, я как-то подумала, что как-то надо уже позиционировать себя в творческом мире и подумать о том, что, может быть, это было бы красиво как-то более взять псевдоним. Но я думала над этим, какой взять псевдоним. Целый конкурс, наверное, устраивался среди знакомых. Ну да, да, такое. Потому что как-то мне раньше в юности говорили, что ты прямо поёшь как птичка. Ну, в общем, я так-то подумала, что, может быть, как-то с этим связано взять такой псевдоним. Но когда я над этим думала, я искала какие-то слова в интернете, там, может быть, какие-то древнерусские имена. Но что-то никак ничего не легло на сердце. И тогда я решила всем своим знакомым, так сказать, разослать эти имена и слова, которые мне приходили в голову. И попросила, чтобы кто-то что-то выбрал. Пусть так это будет. Ну и потом, как в течение дня это всё происходило, уже к вечеру мне уже прислали вот это имя Сепфора. И когда я посмотрела перевод в интернете с еврейского, это птичка. И тогда мне как-то сразу это отозвалось птичка певчая. То есть как раз то, что нужно. Теперь не только королёк птичка певчая, но и Сепфора. А, соответственно, потом вы узнали, что есть старица такая Сепфора. Да, да. Я как бы слышала об этом, но ещё до этого слышала, что есть такая старица. Но потом я тоже когда почитала, и оказывается, тоже как бы ей говорили, что это птичка небесная тоже. Мне, конечно, приятно то, что оказалось, что и старица Сепфора мне тоже отзывается в моём сердце, эта старица. И мне очень приятно, что у меня такой же псевдоним, как у неё имя. Сейчас в преддверии праздника мы как раз, вот у нас предпразднство замечательного русского, теперь православного праздника, Дня семьи и верности. Святых и благоверных князей Петра и Февронии. Наталья, помимо того, что исполняет и ведёт воскресные гостиные, о чём мы поговорим чуть позже, является православным психологом и работает в Центре православной семьи. Вот два слова, песня, а потом поговорим поподробнее. Да, ну Центр православной семьи существует уже, наверное, где-то более 15 лет. Создан он по благословению Святейшего Патриарха Алексея Второго. И в нашем Центре, где я работаю, оказывается психологическая помощь всем нуждающимся. У нас есть воскресная гостиная в этом Центре, которую я веду. То есть это гостиная, в которой по воскресеньям можно прийти и побеседовать с различными людьми. Я приглашаю туда интересных людей, священников, писателей, поэтов, также, может быть, психологов православных, с которыми можно побеседовать о чём-то интересном, о чём-то наболевшем. И также люди, которые к нам приходят, могут просто за чашкой чая посидеть, поговорить. Познакомиться. Познакомиться, да. И, может быть, найти друзей. Есть даже примеры уже, наверное, создания новых семей. Ну да, конечно. Мы не всегда просто знаем, нам не всегда говорят об этом, но знаем, что во всяком случае создаются семьи, да. И хотя бы просто находят людей, близких себе по духу, для общения, для дружбы, да. Приходят люди одинокие. Которым, может быть, некуда пойти с кем-то поделиться о своих каких-то горестях в воскресный день, поэтому... И духовником православной семьи является... Да, духовником у нас является отец Павел Гумеров, который является настоятелем храма святых Петра и Феврония в Марьино. Что может быть в любви прекрасней? На чьи стихи, я так понимаю, современного автора, была написана песня, когда она была написана, вкратце, и мы хотели бы её послушать. На стихи Аллы Свиридовой, современной поэтессы, члена Союза писателей, с которой мы познакомились просто на одном из вечеров в библиотеке, вот, где она тоже проводила свой вечер, презентацию книги своей, вот. И мне написано несколько песен на её стихи, вот, это одна из них. Мне полюбились вот эти слова. «Что может быть любви прекрасней?» Что может быть любви прекрасней? Она в маях средь бурен и погодья, Она костёр, что пламенем своим Добавит огонька двоим И радуга, что озарит угодья. Что может быть любви прекрасней? Что может быть прекрасней чудо, Когда внезапно, ниоткуда В душе застывший от тревог Друг распускается цветок, Что может быть любви прекрасней? И не завянет он, не сгинет, И чувством светлым вас обнимет, И в миг, когда казалось край, Откроет вам цветущий рай. Что может быть любви прекрасней? Что может быть любви прекрасней? Да, пожалуй, ничего. Любовь, она прекраснее всего. Она всех вернее, Она всех переживёт И всегда останется с нами внутри И посреди нас. Замечательная песня, Замечательный соавтор. Мы вернёмся сейчас немножко назад. Свои традиционные вопросы я так и не задал ещё. По поводу музыкального образования. Вот любовь к гитаре. Именно этот инструмент Может быть традиционно в семье, Ну, как в семейной ценности, да, То есть мы как бы познаём, Кто-то бабушка играл, дедушка играл, Кто-то профессионально заканчивал, Получал образование. Кто-то... Какая музыка вообще звучала В вашей семье в детстве? Вот что впитали вы, Что вам передали родители? Образование у меня небольшое, То есть у меня всего два класса Музыкальной школы, И то по классу аккордеон, в общем-то. И так хотел мой папа, Чтобы я научилась на аккордеоне играть, Потому что сам он тоже был Баянист, аккордеонист, Он и на гитаре играл, правда, на семиструнной. В те времена модно было семиструнное. Ну да, это, по-моему, все инструменты, На которых он играл. И он хотел, чтобы я на аккордеоне играла. И, в общем-то, я два года проучилась, А потом, ну, как-то всё-таки Мне не очень хотелось, И я не стала. Но прошло ещё немного времени, И я увидела просто, Как в пионерском лагере поехала, Увидела, как играют на гитаре Мои сверстники. И для меня это было вообще просто открытие, Ну, буквально озарение. И я сразу поняла, что это мой инструмент. Это то, что нужно. И сразу я начала играть, подбирать. Просила, чтобы мне показали аккорды. И сразу начала, с тех пор, в общем-то, Где-то лет с 15 я играю на гитаре. Правда, как-то не довелось Поучиться профессионально дальше, да. Но, тем не менее, Как-то стараюсь не расставаться. А проигрыватель, музыка какая звучала? Какие исполнители вам нравились? Конечно, бардовская песня больше. В те времена, да, я тоже уже 15-20 лет Я много ходила в походы, Где звучала бардовская песня. Мне это очень нравилось. Просто в восторге от Висбора. И в основном, да, Это была бардовская песня. И с тем, в общем-то, Как бы, в основном мы её пели. Ну, а то, что дома, да, родители мои, Ну, это народные песни, застольные песни. У нас дома был даже музыкальный салон такой. Как мои родственники говорили, Что к нам много приходили людей. В общем, родственников, в основном, там, друзья, да. И они любили у нас бывать, Потому что у нас всегда звучала песня. Вот, пели застольные песни. Ну, и в основном это был, конечно, фольклор. И фольклор я и на сегодня тоже очень люблю. Народные песни тоже пою. Они у вас получаются очень замечательные. Первый раз, когда я услышал о Наталье, Это было лет, наверное, 10 назад. Как раз исполнение песни, Которую считают сейчас почему-то уже народной. Хотя у нее есть авторы, Николай Михайлович Рубцов И Морозов композитор, а горница. И хотел бы, конечно, сейчас то же самое предложить. Но есть авторские песни, есть соавторские песни. И про соавторов мы поговорим дальше. А сейчас пришло время спеть песню про ангелов. Как она родилась? Как вы познакомились с этим соавтором? «Ангел мой небесный» – песня на стихии Марии Маркус. Тоже я познакомилась с ней, с этой поэтессой, На одном из литон вечере поэтическом. И там разные тоже стихи мы с ней обсуждали. Но мне очень хотелось именно про ангела, Потому что одно время я читала молитвы, Наверное, на протяжении двух лет размышления к ангелу-хранителю. И, в общем, каждый день там такие размышления на каждый день, По-моему, так написано. Брошюрка такая, да. Да. У меня была прям такая книжечка толстенькая. И я как-то очень увлеклась этим, читала на протяжении двух лет. И мне как-то очень прониклась вот этой молитвой к ангелу-хранителю. И очень прям даже хотелось как-то молиться и действительно размышлять, Делиться размышлением, да, своими размышлениями с ангелом-хранителем. И потом уже вот у меня так загорелась именно песня, Написать именно тоже такое, как размышление к ангелу-хранителю. Итак, песня «Ангел мой небесный». Ангел мой небесный, ты меня услышь, Голос твой чудесный слышу я сквозь тишь. В защите родимый не дай упасть, Грех невыносимый мне не дай попасть. Будь со мною рядом, Беды отгони, согревая взглядом, Радость сохрани, научи быть сильной И уметь прощать, Мудрой, доброй, мирной, Злобы не держать. Ангел мой небесный, ты меня услышь, Звуки этой песни чувства светишь. Ангел белокрылый, самый белый дух, Дай тобой храни май пройти свой жизнекруг. Пройти свой жизнекруг. Замечательно. Хотелось вернуться немножко к предыдущему. Наши вопросы были по поводу бардовской песни. И я на свой взгляд прослушивал очень много песен Разного толка, разного жанра. Если брать бардов, И на кого больше похоже, Мне кажется, что-то среднее Между Булатом Акуджавой и Вероникой Долиной. Подумайте. Нет, тут нельзя говорить о том, Что мы все когда-то учились понемножку Чему-нибудь и как-нибудь. Все начинали с чего-то. Надо было с кого-то. Кто-то на английском не умел сразу, Кто-то пел русские версии песен, Кто-то сочинял свои, Но на известные мелодии Разные были моменты, Когда и группы организовывались. И, соответственно, не могу не задать вопрос. Кто ваши соавторы? Кто помогает в музыкальном сотворчестве? Кто в аранжировках? С кем постоянно выступаете? Поделитесь, пожалуйста. Ну, ты сказали про Акуджаву. Ну да, наверное, это имеет место быть. Потому что, да, я очень прониклась его песнями. И поначалу, когда я своих еще песен не была, А только бардовские, Больше как-то его песни пела. И, может быть, да, Когда пишешь уже свои песни, Как-то это очень... Как-то в своих песнях тоже слышатся, Наверное, какие-то ноты, Именно ноты души, да, Может быть, ноты какие-то, Мелодические ноты, да, Именно из тех песен, Которые ты раньше пел. Вот, это да. Ну, про Веронику Долину, наверное, Нет, может быть, это как похоже на... Чисто голосово. А, голосово. Голос. Не манерность, а вот именно голос. Да, у нее как бы свой, Свой неузнаваемый только ее почерк, Как и у Дольского там, да, Ну, как Никитиной, да, Они как бы тоже, ну, вот, Только запели там Суханов, Ну, вот, каждое имя, которое, Мещуки там, да, У кого можно переводить. А у нее вот тембрато такое, да, И у вас именно капельно, Когда вот тут стали петь просто вокалист, И он не просто вокалист, Он именно как отдельный инструмент, Такая же лейка, флейт. Ну, да. Вот поэтому я и напомнилась мне об этом. У нее очень сложные песни, У вас они легкие, Как у птички, Такой полет птицы. И, соответственно, Не рассказали мы о друзьях, Друзьях-товарищах, музыкантах, Которые помогают подыгрывать И создавать аранжировки и альбомы. Ну, да, да. Сейчас я выступаю, Мне помогает, значит, Алексей Никеев, Гитарист. Вот, он тоже помогает аранжировке, Создает даже где-то вариации К песням придумывает. Вот, мне очень это нравится, Что кто-то, ну, такое совместное творчество. Вот, и, ну, как, на запись тоже, Когда мы записываем, Ну, же именно минус с этих песен, да, Которые я пишу. Клипы мы снимем, И новые альбомы у вас выйдут. И, соответственно, Не можем мы не похвастаться, А почему бы и нет, Сегодня тот самый случай, Своей новинкой. Я сам очень люблю, Когда новая песня сочиняется, Вот как она родилась. Новая песня, да? Да. Новая песня «Слушал Бог колокольные звоны», да? «Слушал Бог колокольные звоны», «Как народ праздник Пасхи встречал?» «Стихли даже военные громы», За века «Слушал Бог колокольные звоны». «Слушал Бог колокольные звоны», «Слушал Бог колокольные звоны», «Голосов перелив, «Слушал Бог колокольные звоны», «Голосов перелив, перелив, перезвон». «Слушал Бог колокольные звоны» «Рядом с каждым тихонько стоял», «И с надеждой в сердца он взирал». «Обратился Бог в нищих бездомных», «Инвалидов, старушек, больных» «И в детей беспризорных голодных», «Чтоб стоять на дорогах земных». «Слушал Бог колокольные звоны», «Сорок дней он ходил после Пасхи», «Проверял, есть ли вера в сердцах». «Посмотри, человек, не напрасно», «Славишь ты Иисуса в устах». «Слушал Бог колокольные звоны», «Только духом вздыхая, вздыхая скорбе. «Начались на земле снова войны», «А Господь мира в сердце хотел». «Слушал Бог колокольные звоны». «Слушал Бог колокольные звоны». «Да, Господь мира в сердце хотел». «Как никогда сейчас это актуально, да и всегда это была актуальна фраза, чтобы не было войн. Я желаю всем мирного неба над землей, быть здоровыми, помощи во всех ваших деланиях, на пути к истине». И Наталью хотел попросить, потому что застольные песни пились, хотя бы один куплетик, я думаю, даже совместно для всех вас в подарок горницу. Горница моей светлой, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все. Водка у речной милии, скоро до гниет совсем. В горнице моей светлой, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Всего хорошего вам. До свидания, до новых встреч. Ждите новые выпуски и новых гостей в программе «Поэзия Струн». С вами были Наталья Сепфора и Олег Лагуткин. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok